МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот не создан человек для того, чтобы шляться под водой. И всё тут. Но это по логике. А зачем нужна логика, когда есть физика? Раз хочется рассекать под водой, будем рассекать. Итак, тема наша. Подводники и Ижи с ними. Сама идея создания подводного судна впервые была высказана несравненным Леонардо да Винчи. Но, крепко подумав, он таки уничтожил свой проект, так как опасался разрушительных последствий подводных войнушек. Гений есть гений. Всё предвидел. Леонардо Десерпьеро да Винчи. Итальянский художник, живописец, скульптор, архитектор и учёный. Анатом, естествоиспытатель, изобретатель, писатель. Один из величайших представителей искусства Высокого Возрождения. Яркий пример универсального человека. Хомо универсалис. Настоящий гений своей эпохи. Именно идеи Леонардо подарили миру парашют, велосипед и танк, понтонные мосты и прожектор, катапульту и роботов, двухлинзовый телескоп и арбалет, вертолёт, и планер, автомобиль, и подводную лодку, и многое-многое другое. Ой, не зря переживал Леонардо Свет да Винчи относительно воин. Ведь человечеству испокон веков свойственна эта дурная привычка. Пострелять друг в дружку, покалечить да поубивать. И это великое начинание человеки превратили в оружие. Иногда среди прообразов подводных лодок упоминаются чайки. Удлинённые лодки запорожских казаков, которые могли использоваться и в перевёрнутом состоянии. Но историки сходятся на том, что им-то преувеличение. И, судя по всему, казаки просто переворачивали лодки, укрывались под ними и незаметно подкрадывались к вражинам. Исследователи описывают и гренландскую подводную лодку из тюлених шкур. Кожаный подводный корабль с балластными цисцернами и вытяжной трубой, воевавшим в Чёрном море. Впервые действующий образец подводной лодки был создан в 1620 году для короля Англии Джеймса, голландским инженером Корнелиусом Дребелем. В Лондоне была построена и успешно испытана, разумеется, в Тензи, подводная лодка на вёслах. Весёлые англичане даже под водой вёслами гребли. В России пытались соорудить что-нибудь подводоплавающее, конечно, при Петре Первом. Крестьянин-самоучка Ефим Никонов в Петербурге в присутствии царя-батюшки забабахал действующую модель самой, что ни на есть, подводной лодки. Но, как водится, со смертью царя проект потаённого огненного судна не был доведён до конца. Как говорят сейчас, финансирование накрылось. И вот тут про черепаху. Нет, не милейшую животину. Так называлась первая боевая подводная лодка, построенная в штате Коннектикут в 1775 году школьным учителем Дэвидом Бушнеллом. Назначение черепахи – уничтожение вражеских судов путём прикрепления к ним взрывчатого вещества. А ещё учитель. Где гуманизм? Но так или иначе, 7 сентября 1776 года вошло в историю когда-то первого боевого применения подводной лодки. Черепаха попыталась атаковать британский флагман. Но мину присоединить к кораблю не удалось. Доброволец, управляющий черепахой, просто бросил взрывное устройство на произвол судьбы. А мина всплыла с запущенным часовым механизмом и бабахнула, не причинив никакого вреда. При второй попытке черепаху и вовсе потопили. Инженер и изобретатель Роберт Фултон обращался к Наполеону с готовым проектом подводной лодки для действий против англичан. Но поначалу проект был отвергнут, а затем задумался Фултон и сам отказался раскрывать детали своего проекта. Кстати, есть версия, что после пленения Наполеона на острове Эльба, его сотоварищи хотели его вытащить из плена именно с помощью подводной лодки. Не вышло. Конечно, говоря о подводных лодках, нельзя не вспомнить это. В 1870 год выходит роман фантастического фантаста Жюля Верна «20 тысяч лье под водой». В романе описывается подводная лодка «Наутилус», которая таранит и уничтожает надводные корабли, используя эдакий металлический бивень на носу лодки. Влияние этого романа было столь сильно велико, что первую атомную подводную лодку назвали именно в честь «Наутилуса» Жюля Верна. Затем были и Первая, и Вторая мировые войны, в которых субмарины стали очень грозным и совершенным оружием. И вот уже сотни уже атомных подводных лодок с уже атомным оружием на борту суетятся в Мировом океане. Никак человек не отучится бегать с каменным топором за своим соседом. Но зато есть и тысячи глубинных исследовательских аппаратов, и субмарин, напичканных учеными, которые бороздят водные просторы, изучают и познают. Так, как же подводная лодка умудряется погружаться и всплывать? Давайте разбираться! А для этого поплыли от теории к практике. Итак, дорогие познаватели, сейчас я вам наглядно покажу, как ведут себя в морской толще подводные лодки, почему в нужный момент они всплывают, а в нужный момент погружаются ближе ко дну. Кстати, так же ведут себя все морские обитатели, включая рыб и т.д. Итак, перед вами демонстрационный прибор, демонстрационное устройство, называющееся картезианский водолаз, названное так в честь Рене Декарта. Чувствуете параллели? Нет? Объясняю. Просто по-латыни Рене Декарт звучало как картезиус. Весело, согласитесь? Так вот, это устройство состоит из толщи воды, а также пробирки, которая плавает внутри этой толщи. Внутри пробирки дробь, которая дает ей определенный вес, и стеклянная трубочка, которая в нужный момент либо заполняется водой, либо от нее освобождается. Итак, воздействуя при помощи давления на мембрану, мы позволяем воде затекать внутрь трубки, тем самым увеличивается ее плотность, и она опускается на дно. Если мы уменьшаем давление, вода из трубки вытекает, тем самым плотность ее уменьшается, и она снова всплывает наверх. Кстати, можно легко достичь такой плотности нашего картезианского водолаза, запомните, это пригодится, при которой его плотность будет равна плотности толщи воды. И в таком состоянии он будет ни погружаться, ни всплывать. Вот именно так ведут себя в море подводные лодки. Вот такой вот он чудной картезианский водолаз. Конечно, я плохо понимаю, с какого перепуга Рене Декарт по-латыни звучит как Ренатус Картезиус, но факт с фактом. Так что погружаемся путем изменения плавучести и счастливого вам плавания, познаватели. Вот так сбылась мечта человека о подводных путешествиях. Но помните, дорогие познаватели, мечты, которые сбываются, это не мечты, это планы. Так что тщательно планируем и упорно осуществляем. 7 футов под килем и будьте в теме!